На этой неделе официальный интернет-ресурс партии «Гражданская платформа» публиковал предвыборную программу, где основной акцент сделан на сохранении исторических основ и принципов государственности и противодействия революционным изменениям. У народа России уже выработан иммунитет к политическим революциям, говорится на сайте партии. Политические же дискуссии «Гражданская платформа» видит исключительно в социальном и экономическом поле. В качестве основной экономико-идеологической цели партия называет народное хозяйство, в котором нет лишних людей, и предусмотрена хозяйственная роль для каждого человека. Руку поддержки сельским территориям. Развитие аграрного сектора вошло в народную программу «Единой России». Отмечается, стране нужны новые госпроекты и программы, которые позволят закрепить достижения сферы и улучшить жизнь сельских жителей. Выполнение народной программы партии поможет крестьянско-фермерским хозяйствам составить конкуренцию крупным производствам, уверен фермер из Курской области Петр Чапурин. Чтобы все получалось, необходимо в том числе улучшать качество связи, интернета, строить больницы, школы, фоки и другие объекты в доступной близости сельских населенных пунктов. Напомним, в 2021-м думская фракция ЕР добилась выделения 6 миллиардов на развитие сельских территорий. Представители партии «Роста» на этой неделе высказались о вступившем в силу 25 августа запрете звуковой рекламы на зданиях со ссылкой на ТАСС. Члены партии всецело разделяют негодование горожан от избыточного шума. Глава Тверского муниципального округа в Москве Яков Якубович отметил, добросовестные предприниматели стараются избегать навязчивой рекламы и используют другие каналы коммуникации, в частности СММ. Архаичная, по словам Якубовича, аудиовизуальная реклама должна уйти в прошлое. Однако его коллега по партии бизнесмен Игорь Сидоренко считает, что запрет использовать громкоговорители – это минус один канал привлечения клиентуры. И подобный запрет может негативно сказаться на доходах рынка офлайн-рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова